Русские песни, стихи, тёплые слова. Даже сложно назвать эти дружеские душевные посиделки пафосным словом презентация. В свои 80 лет Алевтина Георгиевна ведёт активный образ жизни, поёт в народном хоре. А пройдусь на улице на закате дня, все ребята издали смотрят на меня. Литературную карьеру Алевтина Пестрякова начала сравнительно недавно, 15 лет назад, и практически сразу получила признание коллег по писательскому цеху. Я начала писать стихи в 2003 году, ну чуть раньше. И одна здесь женщина, она уже умерла, это поэт она и писатель, Анисима Евгеньевна Филоновна была в «Царстве небеса». Она говорит, Аль, я прочитала твои стихи, ты пишешь очень хорошо, приходи к нам в литературное объединение. В Горке Ленинской наша героиня переехала в 1961 году. Сначала работала в местной школе, затем в музей-заповеднике Горке Ленинске. Имеет многочисленные награды. Пенсионерку Пестрякову уважают и рядовые жители, и руководство поселения. Это очень творческий человек, она сама сочиняет стихи, поёт. Она очень у нас активная женщина. И мы, конечно, учимся её закалке, очень уважаем её. И вот она такая у нас добрая, открытая. И сегодня это мероприятие она собирает в библиотеке, и все друзья приходят её и поздравляют. Книга изнана по инициативе и при непосредственном участии экс-главы поселения Александра Котова. И стала сюрпризом для Аристины Георгиевны во время празднования 80-летнего юбилея. Приходит, тащит кулёк здоровый. Говорит, самопар что ли прёт, не знаю. И вот он мне достаёт книжку и даёт. Я говорю, ты мне что, книжку даришь? Он говорит, свою. Он говорит, нет, это твоя книжка. Говорит, когда же она вышла? Он говорит, а вот два дня назад. Поселение Горки-Ленинский имеет богатые литературные традиции. Многих из талантливых людей уже нет в живых, но новые стихи продолжают рождаться, в том числе благодаря и Алевтине Пестряковой. В нашем посёлке проходит презентация книг, авторами которых являются жители посёлка Горки-Ленинские. Анисима Евгений Фёдоровна, её сборник «Правда чистого сердца». Вот сейчас ныне тоже покойный Николай Осичевич Цветоватый. У него семь сборников, которые находятся в библиотеке. У нас есть Мария Петровна Моцарь, мой любимый её сборник, это «Любила желтые цветы». И вот новая книга, это любимые стихи Алевтины Пестряковой. Алевтина Георгиевна признаётся, что прожила порой трудную, но интересную жизнь. Её детство пришлось на войну, она живой свидетель битвы за Сталинград. Все свои эмоции, воспоминания, радости и печали она воплощает в своих строчках. Я специальных не пишу. Вот я села, пошла мысль, я её быстро записываю. У меня стихи и о войне, и стихи у меня про любовь, про женщин у меня, и про правительство у меня там есть. Я пишу о этой жизни. О своих поэтов я пишу, у меня там есть стихи. Вот. О друзьях, о недругах пишу. С творчеством Алевтины Георгиевны читатели знакомы по публикациям в газетах и литературных журналах. И вот более 150 стихов выпущено в виде книги, которую можно взять почитать, в том числе и в библиотеке Горок-Ленинских. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.